Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева. В эфире новый выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия 21 века и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новое десятилетие. Сегодня герой нашей программы – это управляющий крестьянским хозяйством М. Артур. М. Артур, здравствуйте. Добрый день. Около трети Якутиана сегодня занимается сельским хозяйством. Это довольно-таки большая цифра по сравнению с другими регионами. Вы сами и ваша семья тоже решили посвятить себя этому делу. Скажите, какую роль для Якутиан играет сельское хозяйство и почему для некоторых это стало призванием, в том числе и для вас? Ни для кого не секрет, что у нас республика была аграрной изначально, и все наше месторасположение располагает именно сельскому хозяйству. Поэтому это просто неотъемлемая часть нашей республики и образа жизни наших граждан. Почему именно сельское хозяйство? Потому что, во-первых, это традиционный вид деятельности нашего населения. И у нас такие условия, что мы будем им заниматься. А если им заниматься, то надо заниматься с умом, с современными методами. Вы уже сказали, что более 20 лет занимаетесь сельским хозяйством, вы и ваша семья. Скажите, а какие положительные изменения произошли в этой сфере за это время, за 20 лет? Ну, конечно, положительные сферы, то, что больше людей стало интересоваться сельским хозяйством. Когда мы сюда переехали, допустим, 20 лет назад, фермеров, которые занимаются сельским хозяйством, можно было посчитать пальцем в руки по всей республике. Сейчас у вас пальцев не хватит. Соответственно, туда идут и молодые, да. Им нравится, это своего рода образ жизни, они идут туда и тащат с собой новые технологии. Но про молодежь мы с вами еще поговорим. Сельское хозяйство – это очень важная, но в то же время очень сложная сфера. В республике оказывают дополнительные меры поддержки производителям, а также продвигают местное производство, местные товары под брендом «Сделано в Якутии». Вы, как человек, который знает всю ситуацию изнутри, как вы считаете, растет ли спрос на нашу продукцию внутри России и за рубежом? Есть такое вообще? Да, конечно. Вы, наверное, заметили, что цены чуть поднялись на зерновые, на сахар и так далее. Ну, это почему так? Это все из-за спроса. Ну, местное, оно всегда вкуснее, слаще, полезнее, чем привозное. Доступнее, да. Во-первых, это просто рационально кушать местное все. И, во-вторых, у нас очень такой патриотичный народ, они всегда выбирают наше местное. Мы молодцы, я сам такой. Мясо, если есть, я всегда любую черопчинское. Чем привозное? Да, наша семья питается только в основном местной продукцией. Но вы говорите о спросе, а что насчет выгоды? Почему выгодно сегодня заниматься сельским хозяйством? Эта ниша просто пуста у нас. Конечно, хоть и объемы увеличились у нас в производстве овощей, картофеля и так далее, но мы все равно, наша республика себя не обеспечивает, ну, скажем, грубо, на 50% всего лишь обеспечивает. То есть у вас, пожалуйста, еще 50% сколько есть. Ну, даже если учитывать сезонность, то, что, допустим, мы не сможем все 100% овощей, допустим, республику обеспечивать, но процентов 90, это уж точно мы сможем, да. Артур, скажите, какие новые культуры вы планируете вводить в свое хозяйство или уже ввели? Мы третий год бьемся над клубникой, над нашей местной клубникой, вот, чтобы этот продукт, эта ягода стала обычной, как огурец, там, допустим, наш, да, или помидор якутский. Вот, первый год мы экспериментировали, мы экспериментировали, у нас все было на стадии экспериментов, второй год мы уже попытались выйти в плюс, мы вышли в плюс, в этом году, это уже третий год будет, мы уже просто, ну, должны выйти в плюс, да, и увеличиваем площадя, ну, это планируем около гектара. Я считаю, очень перспективное направление, это ягодный бизнес в Якутии. 21-й год в нашей стране объявлен годом науки и технологий. Я, например, знаю, что вы еще в 2008 году перешли на капельную систему полива, да, и стали применять современные технологии вот в тепличной производстве. Как на ваших глазах менялись и продолжаются меняться технологии? И на вашей для сейчас больше вот именно технологий или все-таки традиций, как вы считаете? Нет, технологии, сейчас молодежь сюда пришла, да, она, ну, вы сами знаете, у молодежи весь мир в кармане, да, достаточно телефон вытащить, пожалуйста, в интернете все есть, вот. Они просто подбирают под себе оптимально. У меня, допустим, моя сестренка, она закончила Тимирязевский институт, вот, ну, через хозяйственную. Поработала агрономом и в Новосибирском тепличном огромном комбинате, и у нас здесь, и решила сама в деревне заняться тепличным бизнесом, вот. Ну, я только за, да, в Уссалдане, в деревне, да. И она у меня спрашивает, консультируется, и она интересуется именно технологиями современными, как это можно все сделать. Ну, сейчас можно прям на телефоне управлять микроклиматом в теплице. А как вот эта вот технология отражается на урожайности? О, это в разе отражается, да. Ну, очень многие, вот, допустим, нам раньше не верили, как можно здесь арбузы вырастить и так далее, да. Но, ребята, сейчас такие технологии есть, да, там, термос подогрев, там, мульчирование, дуги. Плюс вы можете подобрать сорта, которые, да, ну, соответствуют нашему региону и так далее. Вы это все соединяете, и у вас все получается. У нас очень продвинутая молодежь, и она, я уверен, у нас в будущем будут там роботы ходить по полям. Но сельское хозяйство, это не только производство продукции, я имею в виду, это еще и хранение, переработка и доставка. Вот скажите, вот, какие вот положительные изменения произошли именно в этой отрасли, в нашей республике? Ну, опять же, из-за того, что весь мир и технологии сейчас открыты, доступны, да, я, ну, общаюсь с переработчиками, мы сами перерабатывали одно время. Вот, технологии самые современные, ну, все, что хочешь, пожалуйста, да. Ваша семья приехала в Якутию в 98-м году и почти сразу начала заниматься фермерством. Получается, что ваше предприятие можно с гордостью назвать семейным делом, да? Это лишь один из многочисленных примеров, когда сельское хозяйство становится призванием как родителей, так и их детей. Скажите, а какую роль играют традиции преемственности в сельском хозяйстве? Каждый фермер должен всегда думать о том, да, что ты не сможешь работать вечно, если ты хочешь, чтобы твое предприятие росло дальше, развивалось, там, ну, продолжало существовать, жить, то тебе обязательно надо думать о преемственности. Вот, а преемственность, она в первую очередь делается на близких, родных, людях, потому что, ну, ты их знаешь с детства, ты в них уверен, да, если они сказали, что сделают, значит, сделают. Поэтому, ну, всегда в таких вещах больше полагаются на родственников. В одном из интервью вы говорили, что все свои полученные знания вы передадите своим детям. Это так, да? Да, видите, я не только своим детям, я все свои полученные знания со всеми делюсь, да. Ну, вот вы сказали, что уже с сестренкой вы делитесь, да, своими знаниями, а ваши дети вот тянутся к сельскому хозяйству? Ой, пока, ну, пока рано об этом судить, да, но факт то, что для моих детей это уже как бы не какая-то там неизведанная профессия или еще что-то, они к этому подходят просто с обыденностью. Ну, надо попахать, ну, попашем там, ну, папа сказал, значит, делать, ну, значит, надо будем пахать. И сидят, делают, все, молодцы. Какой труд вы им доверяете? Не, ну, естественно, самое простое, да, такое, не тяжелый, простой труд. У нас вообще очень много детей учится, да, у нас с города приезжают, целые классы приезжают, у нас уже традиции сложилось, что они каждый год нам приезжают. Ну, несложная работа, помогает нам. Ну, работа на воздухе, общение, ну, это тоже своего рода как бы такая духовная фища такая. А как вы думаете, Артур, вот за счет этой преемственности фермерских семьях и в том числе тех семьях, которые занимаются разведением лошадей, оленей и коров, да, можно ли сохранить наши уникальные традиции? Да, ну, смотрите, мир меняется, все меняется, правильно? Прогресс наступает. Поэтому, если вы хотите какие-то там традиционные отношения, вот в те времена Средневековья, когда еще там с бубном бегали, да, вы этого уже не получите, да. У вас уже сформируются новые традиции, накладываясь на наши современные реалии, да. Вот, так что традиции будете закладывать вы, ну, сохраняя какие-то ваши традиции. Ну, это просто надо адаптироваться, да. Если мы хотим быть конкурентоспособными в мире, мы должны быть ими, да. Создавать свои традиции. Современные, да, создавать свои традиции, ничто не вечно. А таким образом, каким вы видите сельское хозяйство в будущем в нашей вот республике? В нашей республике я вижу, у нас огромная территория, вот. Я вижу, что у нас будут, ну, прям огромные поля, мы будем продавать, ну, очень перспективное направление это семеноводство. Я очень рад, что Василий Сергеевич уделил этому внимание, наконец-то, вот за 20 лет, это первый глава, который уделил на это внимание. У семеноводства в Якутии есть очень огромный потенциал на глобальном рынке, вот. Почему я так считаю? Потому что у нас климатические наши условия, вот, они уникальны. У нас очень, ну, у нас практически нет самых опасных карантинных объектов. Карантинные объекты, это болезни и вредители, вот, то есть они будут экологичнее. Потом, в наше короткое лето, оно само по себе располагает производить там, допустим, семена картофеля. Потом мы находимся на севере, семена, произведенные на севере, на юге дают еще больше урожая. То есть они более устойчивые. Да, да, они более устойчивые и так далее. Ну, огромный потенциал, у нас Китай под богом. Так, Артур, в конце нашей программы мы каждому гостю задаем три специальных вопроса. Итак, вы готовы, да? Да. Какая главная черта характера настоящего якутянина? А, это, значит, твердость характера, вот, никогда не задается, не наступает. Так, следующий вопрос. О чем никогда нельзя забывать в Якутии? Ну, здесь вообще о многих вещах никогда нельзя забывать, да, иначе замерзнешь. Вот, да. Я не знаю, ну, надо считаться, наверное, с местными традициями, культурой, наверное, этого народа. Когда вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Ну, я увижу за окном, я проснусь, наверное, в купольном доме где-нибудь с прозрачной крышей, где за окном меня будет ждать питающий автомобиль, где у меня будет планшет. Я буду видеть, как мои поля обслуживают квадрокоптеры и наземные роботы, как это все доставляется беспилотными машинами в логистические центры в городе, где люди подъезжают, ну, просто уже заказали заранее, просто пакет выдают, уезжают, ну, либо с квартиры, с квадрокоптера заказывают, прям прилетают. Уже через 20 лет такое будет, да? Через 20 лет будет, да. Это может быть даже быстро, быстрее. Артур, спасибо огромное за то, что поделились своим мнением о развитии нашей республики. Эфирное время программы «Якутия. 20 лет в 21 веке» подошло к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся на телеканале НВК Саха. Субтитры подогнал «Симон»!